По системе ее железнодорожного отопления. Вчера, по-моему, кто-то, Арестович, что ли, кто-то угрожал по Крымскому мосту. Какая разница? Все они одним миром мазаны. Да, это тоже угроза. Это как раз угроза, что если вы ударите по нашим мостам, то мы ударим по Крымскому мосту. А то, что ударить они могут, крейсер Москва свидетель, что могут ударить. Извините, утопить флагман Черноморского флота, это вам не фунт изюма. Я, конечно, не говорю о том, что по-хорошему корабль такого класса не может и не должен находиться один без свита из нескольких фрегатов и корытов. Которые прикрывали бы его своим ПВО. А он находился один на позиции. Судя по тому, что мне известно. Тем менее, они его утопили. Несколькими противокорабельными ракетами. Минимум двумя, по моим данным. Так что, теоретически, при помощи дорогих западных партнеров, вполне могут через какое-то время пустить ракету по Крымскому мосту. Более того, будут наши бить по виадукам, не будут бить по виадукам и туннелям. Они все равно рано или поздно это сделают. Они ударят тогда, когда сочтут это для себя возможно, достижимым и выгодным. И если кто-то в Кремле надеется на то, что, типа, мы их не будем трогать, они в ответ не будут трогать нас. Нет, обязательно тронут. И инициативно. Тогда, когда сочтут нужным и выгодным для себя. Ну, а отвечать будет уже к тому моменту даже поздновато и неудобно. Продолжение следует...